24 ноября 2019 года в Кировском районе Ленинградской области поисковый отряд Василий Островец обнаружил останки красноармейца. Там же был и найден так называемый смертный медальон солдата. Записка в гильзе от немецкого карабина. Красноармейца Забабурина нашел отряд Василия Островец. Это питерские поисковики, наши друзья, коллеги, которые обеспечивали дорогу домой. И подъем, и транспортировку его до Рязани. Был найден воин в 19-м году, видите, а сейчас захоронение только в конце 21-го. То есть дорога домой заняла не один год. Родственники тоже нашлись не сразу. То есть сначала нашелся солдат, и потом уже сами родственники вышли на информационный посыл, что мы ищем родственников. Лишь спустя два года поиска удалось найти родственников бойца. Его правнуками оказались боевые офицеры, которые и нашли на специальном сайте информацию о том, что поисковые отряды ищут родственников. Это мой родной дед. Это материн отец. Ну что помню, как рассказывали, забрали на фронт и без вести пропал. В 1942 году. Мать искала. К брату в Москву ездили. Он тоже участник. Ну, в 1961 год там, как говорится, только страна поднималась. Архивы, может быть, так не были открыты. География проживания семьи Ивана Забабурина обширна. Младшая дочь героя жива и проживает во Владивостоке. Ну, какие эмоции. Горло к кому. Вроде бы в возрасте, а слезы. Нашли, потому что, как говорится, дочь его, говорит, хоть нашли, допустим, что уже не без вести пропавшие, а, как говорится, останки захоронили. Церемония захоронения прошла на Богородском кладбище Рязани, где Ивана Забабурина похоронились с военными почестями. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».